Первым вопросом, который накануне обсудили на комиссии Гурсовета, стало внесение изменений в бюджет Каннска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. После того, как заместитель главы по экономике тезисно зачитала доклад, один из депутатов поднял вопрос о деньгах, которые якобы были выделены еще в прошлом году на забор в Центральном парке культуры и отдыха. В прошлый год весь, всю осень, всей комиссии я об этом говорил, построим, успеем. Боже мне просто, блялся, блялся, что все построено, но у меня проблем нет. А ВОЗ и мы не там. И оказывается, и денег-то вообще нет, и денег неинтересно. Как оказалось, на момент проведения комиссии о судьбе этих денег не знали ни заместитель главы по экономике, ни заместитель по вопросам жизнеобеспечения. А самого руководителя управления строительства и ЖКХ на комиссии не оказалось. Хотя в повестке пятым вопросом стоял именно его доклад. Сейчас я дал команду поднять контракт, посмотреть, что там в контракте, как эти работы, что там было вообще предусмотрено этим контрактом на благоустройство парка. И поскольку этого забора на сегодняшний день фактически нет, значит, соответственно, этим контрактом работы не были предусмотрены. Вот здесь мы сейчас будем предметно по этой сумме разбираться, что туда вошло, как она, получается, закрылась по итогу года, кто принимал эти работы и что по ним сделано. Как уже сегодня на комиссии по социальной политике и местному самоуправлению рассказал Роман Крупский, по контракту, закрытому в прошлом году, все 500 с лишним тысяч ушли на обустройство туалетов. Хотя, по словам Олега Кокаулина, смета уже была составлена и по ней эта сумма была выделена на туалеты и забор в общем. Добавим ограждения, в парке культуры и отдыха все-таки планируют отремонтировать в этом году. Скорее всего, за счет средств экономии.